Пожалуйста, Георгий Васильевич, Вам слово. Пожалуйста, Георгий Васильевич, Вам слово. Пожалуйста, Георгий Васильевич, Вам слово. Симпозиумы, конференции и так далее. Оно стало определять и деятельность образовательную. Сама архитектура получает множество различных названий, которые создается в трусах этих концепций. Это и устойчивая архитектура, и зеленая, и экоустойчивая, экологичная, энергоэффективная и так далее. Понятно, что каждое время дает определение своей архитектуре, что мы сейчас представляем с вами и античность, и средневековье. Это классицизм, общее название, но рождающие образы ясные, четкие, тех достижений, которые человечество создало или достигло, которых в те или иные периоды времени. Слово «сочетание устойчивой архитектуры», сейчас очень парадоксально звучащее именно в архитектуре, в строительной деятельности, тоже, наверное, нуждается в каком-то периоде осмысления. И вот состоявшийся в 2011 году симпозиум, мы здесь на мере считаем такой точкой отчета, о нем уже упоминалось, Дмитрий Олегович говорил о том, что на этом симпозиуме существует, представлен некий такой срез понимания сегодняшнего, современного понимания проблем развития устойчивой архитектуры. После этого, наиболее, может быть, плотно или содержательно, мы изучаем и в научной составляющей нашей деятельности института, и в практической, педагогической, методической деятельности. Мы пытаемся понять, как достижения науки, как те возможные различные взгляды, и с одной стороны, это художественные идеи, которыми полон современный мир, с другой стороны, это технологические достижения, которые буквально окружают нас, информационные технологии. И вот все это в совокупности, с рождением новых материалов, новых конструкций, обеспечивает замечательные возможности для интеграции наших усилий, усилий всех на решении целого ряда уже обозначенных нами задач. С одной стороны, художественных, с другой стороны, технических, технологических. И что же, собственно, сегодня считать устойчивой архитектурой, какое может быть определение? Мне кажется, что самым кратким может быть определение, устойчивая архитектура – это экологически ориентированная архитектура высоких технологий. Здесь не звучат слова эстетические, художественные и так далее, но традиционно архитектуры вкладывают в понимание архитектуры, в отличие от обычного строительства или просто строительства, это свое понимание эстетического совершенства. Основные принципы, которые определяют подходы к формированию их заданий на создание устойчивой архитектуры, сегодня их несколько, на мой взгляд, я позволю себе их перечислить, это гармонизация социальных, экономических, экологических, территориально-пространственных факторов развития поселения. То есть от целого к частному, от понимания роли всего поселения, всей системы расселения, агломерации и так далее, мы от общего переходим к единичному объекту и понимаем, каким он должен стать. Выявление оптимального сочетания стабильного и изменяемого в программе проектирования объектов, настойчивое, то есть ориентированное на долгую, развитую жизнь и совершенную, наполненную смыслами, смыслами, которые зависят от самих людей, от того, насколько они развиваются, как они относятся к природе, как живут между собой. И в этом смысле архитектура, здания и сооружения, они обладают постоянными, константными, не меняющимися характеристиками и в сочетании с изменяемыми. Конечно же мы говорим о необходимости влияния на природу и взаимного влияния природы на архитектуру. Природосообразность и биомиметика, еще один принцип. Адаптивность к вызовам и рискам природно-климатического технологии. Исследование пространственное и математическое форм зданий и пространств в зависимости от факторов, которые определяют весь жизненный цикл, как здания, так и среды. Может быть жизненный цикл для произведения архитектуры звучит несколько наивно и условно, но мы понимаем, что речь идет о характере этой деятельности, о продолжительности этой жизни. И вот анализ всех этих возможностей дал нам основание для того, чтобы совокупность этих факторов, постепенно изучаемая в процессе движения студентов от младших к старшим курсам, стала бы предметом анализа изучения на различных типах проектов. А как систематизировать, объединить их с существующей рейтинговой системой оценки устойчивости, о мировом опыте, о практике много известно. И вот в том числе мы поставили себе задачу разработать такую рейтинговую систему, которая бы обеспечивала возможности формирования новых представлений об архитектуре в учебном процессе Московского архитектурного института. Различная типология зданий, сооружений, поселений, естественно вносит свои требования, обеспечивает особенность существования этой системы. Поэтому мы на примере различных подходов, кафедр и так далее, хотим сегодня продемонстрировать, как это рейтинговая система, что это такое собственно, как она используется в нашей деятельности. Сначала научной, затем методической, образовательной. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Спасибо. Спасибо.